Открытие после масштабной реконструкции детского сада в деревне Скоки Брестского района событие значимое, а потому неудивительно, что собралось большое количество гостей. Среди участников, конечно, воспитатели, родители с детьми, строители и первые лица области. Открытие этого учреждения позволило полностью ликвидировать очередность в детские сады в деревне Скоки. Наше государство и мы, естественно, в области большое внимание уделяем подрастающему поколению. Вы знаете о том, что много строится у нас в республике и в области. В прошлом году я вам могу привести, что мы построили большие детские сады. В Барановичах, в Пинске на 240 местах, это большая города наша. В городе Бресте два года назад самый большой садик на 350 местах открыли в новом микрорайоне. В прошлом году открыли школу, сад. Хороший день, с праздником вас всех! Всем добра, мира, всего самого доброго! Немало среди жителей деревни Скоки молодых семей есть и многодетные. До реконструкции детский садик мог вместить всего 35 малышей. Сегодня дошкольное учреждение рассчитано на 175 мест. На двух этажах разместился музыкальные и гимнастические залы, кабинеты дефектолога и психолога, медицинский блок, ясельные дошкольные группы, большие спальни, обновленный пищеблок. Есть даже кабинет, где будут учить основам безопасной жизнедеятельности. Установлена система видеонаблюдения. Современное оборудование, просторные коридоры, много игрушек. Во всех помещениях установлена специальная безопасная мебель полностью белорусского производства. Раньше здесь был только садик на две группы и 35 детей. Понятное дело, что со всех деревень Скоки, Бобровцы, Тюхиничи прилегающих обеспечить местами нельзя было. Конечно, благодаря райисполкому, который выделил денежные средства, построено вот это красивое современное здание на 175 мест. И мы надеемся, что проблема на многие годы по деревне Скоки прилегающим будет решена. И в том числе, я думаю, она позволит нам немножко разгрузить и ближайшие дошкольные учреждения, где есть проблемы с местами в садике. Сегодня у нас большая радость для всего района, для всех жителей, наверное, и Прибужья. Будут разгружены дошкольные учреждения, ближайшие клиники, больше воспитанников примут дошкольные учреждения в этом году, ковертяки. И, естественно, что всем нам хочется работать поближе к дому. Также и нашим детям хочется утром вставать и с радостью идти в детский сад, который рядом с домом. Да, родители радуются. Ведь сегодня вставать ни свет, ни заря, чтобы отвезти ребенка в садик в Брест, больше не нужно. Отныне все в шаговой доступности. Этого момента жители деревни Скоки действительно ждали с большим нетерпением. Для нас лично это очень долгожданное, очень приятное, потому что нам как раз исполнилось в мае три годика. И поэтому мы не то что рады, мы очень счастливы открытию этого садика. И у меня трое детей, это самая младшенькая. И я очень надеюсь, что моя старшенькая родит мне внучков, и они тоже будут ходить сюда. В такой садик, извините меня, это очень приятно ходить. Проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях решается комплексно и повсеместно. О дефиците мест в детских садах через некоторое время забудут и жители деревни Тельмы. Напряженность очень высокая у нас в близлежащих населенных пунктах к городу Брест. Потому что городские жители строятся в основном у корого города, поэтому население Брестского района имеет естественный прирост. И плюс к этому еще городские жители сюда приезжают строиться, и соответственно у них появляются дети, которых тоже надо обеспечить дошкольным учреждениям. Поэтому у нас самая напряженная ситуация у нас в Тельмах, где на очереди стоит уже более 140 детей. И вот буквально сегодня был разговор с председателем госполкома, который дал соответствующее поручение начать предпроектную работу, для того, чтобы там построить школу Яслисад, которая особо нуждающаяся в этой населенной пункте. Виктория Нечаева, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.